Всем привет! С вами Кира Штафон с Острова Бали. Сегодня хочу поделиться вот чем. Мне не так давно, когда я еще находилась, кстати, в России и взяла с собой, прислали вот такую книгу, называется «Делание в калориях». Джонатан Бейлор прислала мне издательство Alpina Publisher, сказала, прочитайте и, пожалуйста, нам расскажите ваш отзыв, то, что вам понравилось, что не понравилось. На самом деле книга мне приглянулась, потому что я всегда отвергала систему калорий и знаю, что делала действительно не в калориях. И вот такая вот книжка с одноименным названием, которую я с удовольствием прочитала. Кстати, автор этой книги Джонатан Бейлор, я когда читаю книги, если они мне нравятся, я хочу познакомиться с автором и записать с ним интервью. И так получилось, что Джонатана Бейлора знает мой приятель, очень хороший, с которым мы дружили, вместе учились в городе Томске, Евгений Агафонов. Джонатан Бейлор и Евгений Агафонов вместе работали одно время в Microsoft. Жень там до сих пор работает, Джонатан уже нет. Но в это время, когда они были вместе, Джонатан написал эту книгу. И вот случайности не случайны, на самом деле. Мне не зря прислали эту книгу на рецензию, мне не зря показали то, что там внутри находится, потому что это действительно для меня то, что отозвалось в моем сердце, в моей душе. Спасибо огромное издательству, которое прислало мне эту книгу. Что я могу сказать по поводу этой книги? Если вы помните, то я долгое время была сыроедом и считала это питание одним из лучших питаний, которое, возможно, всю свою жизнь. Но, как многие, кстати, сыроеды, особенно такие отчаянные фанаты сыроеды, но это не так. То есть мой опыт говорит о том, что невозможно всю жизнь. Мои исследования, мои анализы тех людей, которые были и есть на сыроедении, говорят о том, что невозможно всю жизнь полноценно быть только на сыром питании, если вы действительно 100% на сыроед. Кстати, некоторые еще только подъедают. И после сыроедения я думала о том, к какому же мне питанию вернуться, что же мне предпринять для того, чтобы чувствовать себя так же прекрасно, не быть зависимой от диет никаких и так далее. И в этой книге все написано. Все, что нужно написано, все, что там написано, это сбылось в моей душе. И я понимаю, что вот та еда, которую там рекомендуется кушать для здоровой, счастливой, полноценной жизни, она действительно подходит для такой жизни. Сейчас я питаюсь по системе вот именно этой книги. То есть не ем кархмалы. Ну и там многие другие вещи, о которых я, наверное, не буду вам сейчас рассказывать. Это слишком долго, потому что книга-то немаленькая. Которую лучше, наверное, прочитать, чтобы понять, что же для меня сейчас здоровое и правильное питание. Кроме этого, здесь рассказывается об упражнениях и спорте. Также, если вы знаете, я достаточно большой фанат спорта и люблю заниматься изнуряющими тренировками, скажем так, люблю много бегать, долго бегать. Бегаю достаточно продолжительное время. Здесь в этой книжке говорится о том, что можно этого не делать. Можно делать другие упражнения по 20 минут в неделю, которые вам помогут добиться лучших результатов, чем бег час или другие упражнения. И это стало для меня открытием. Те упражнения, которые здесь рекомендуют, я беру на вооружение и в ближайшее время буду выполнять. То, что там описано. И, наверное, расскажу вам в следующих видео о своих результатах. Вот по поводу фитнеса я еще проверю. По поводу еды все точно так, как сейчас в моем сознании отложилось насчет правильного полезного питания. Также очень многое объясняется, почему нельзя голодать. Я также на себе испытала трехдневную сухую голодовку по рекомендациям знающего мастера, гуру, и достаточно сильно себе замедлила обмен веществ, который достаточно долго потом восстанавливался. ни в коем случае сейчас я не рекомендую голодание. В этой книге, опять же, описаны практически мои мысли. Если вы хотите об этом знать, то прочитайте. Вот такие вот выводы по образу жизни, по питанию я сейчас имею. Плюс к этой книге я хочу добавить, что если вам чего-то хочется в питании, вы не запрещайте себе это никогда. Все любые запреты ведут к тому, что вы в итоге сорветесь, и у вас будет такой дисбаланс. Сначала на физическом уровне, потом на эмоциональном уровне. Все проверено на себе, на некоторых знакомых и друзьях. Поэтому никогда себе ничего не запрещайте. Просто ешьте, ешьте больше, а не меньше, как советуют люди, для того, чтобы похудеть, для того, чтобы избавиться от проблем. Но ешьте больше здоровой, качественной еды. Что такое здоровая, качественная еда? Описано, опять же, в этой книге. Ну все, я, наверное, уже надоела вам с этой книгой. Пожалуйста, будет время, прочитайте обязательно. С Джонатаном Беллером, я надеюсь, нас Женя Гафонов, мой друг, познакомит. И я желаю вам отличного самочувствия и крепкого здоровья. С вами была Кира Штафун. Пока!